Дорогие товарищи по борьбе Микрофоны работают, все слышно Разрешите вас от имени Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Всех членов партии, от всех ленинградцев, которые присутствуют не только члены нашей партии, но и на нашей конференции Приветствовать на нашей ленинградской земле Мы рады вас видеть, пригласили именно на родину октября сюда Мы с вами вместе со всеми прогрессивными силами, можно сказать, прогрессивным человечеством Поскольку действительно, только прогрессивные люди празднуют 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской революции Так, готовимся к этому дню О значении для человечества, вот Великой Октябрьской революции, идеи октября Подробно в этом зале рассказывать или как бы перечислять заслуги и значения Как-то даже не очень ловко, потому что аудитория такая, которая все понимает и очень многое знает Каждый товарищ сам изучал, проходил на собственном опыте и в других странах Подобрать эпитетов, чтобы характеризовать учение, значение революции Это дело уже, в том числе, такого поэтического дара может быть Вот наши греческие товарищи подобрали такой оборот, что это вершинное событие 21 века Великий Октябрь Мы с ними вполне согласны и готовы бы даже еще, так сказать, добавить уговодорение Что это вершинное событие всей человеческой истории Вот так, по большому счету, надо сказать, по этому делу Поэтому, конечно, это большой праздник Но, вот мы празднуем, но, честно говоря, вот как коммунисты, да Настроение у нас не очень праздничное И очень праздничное, потому что мы, ну, скажем, советские коммунисты Отмечаем юбилей октября на родине октября в Ленинграде В условиях временного, мы в этом уверены, что временного, отступления дела октября Так получилось, да? Но, все же это замечательные юбилеи А Владимир Ильич Ленин нам советовал, что лучший способ отпраздновать юбилей Это сосредоточиться на нерешенных задачах Вот это самое хорошее Прежде чем хвалить, кричать «Ура!» Поднимать стопку, может быть, что тоже не вредно Но, поэтому мы решили следовать совету Владимира Ильича И когда нас год назад еще наши зарубежные товарищи спрашивали Вот как вы, российские коммунисты, собираетесь отмечать этот день? И вы будете ли что-то делать? Вот мы, посоветовавшись, решили Что лучше всего Это Не просто собраться для того, чтобы отмечать и перечислять заслуги октября А прежде всего лучше разобраться в совершенных ошибках Они, например, не капали, потому что мы помним слова Ленина, да? Никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок Наша партия, российская коммунистическая рабочая партия Придерживается позиции такой, что КПСС и социализм погубил ли ни заговор, ни происки империализма Не отдельные предатели в верхних же колоннах власти Типа Горбачева, Ельцина, Яковлева и других Хотя все это тоже было Эти элементы, несомненно, присутствуют А погубили, прежде всего, собственные ошибки И отступление от теории научного коммунизма Отступление и ошибки в политической практике Многие из которых вылились через оппортунизм В явный ревизионизм и даже ренегатство Сегодня в мире после разрушения СССР Отступление социализма в Советском Союзе и странах Восточной Европы Реакция откровенно наступает А это чувствуют и признают все И вот Владимир Ильич Ленин, с которым мы все время советуемся О своих действиях Он как бы очень многое предвидел У него есть такой совет, что в моменты наступления реакции Главная задача революционных социал-демократов Читая сегодняшних коммунистов Это сохранить ортодоксальный характер своей партии То есть революционный характер партии И не уйти на рельсы отступления идей Вместе с отступлением, так сказать, на реальном классовом фронте Именно поэтому, исходя из этого Ленинского совета Мы пригласили на данную конференцию в Ленинград Не просто всех желающих Бросили кличи, кто приедет или нет Значит, мы вместе с нашими товарищами Значит, из-за рубежа Пригласили только те партии Которые вот по нашей оценке Стоят на позициях ортодоксального марксизма Которые относятся к коммунизму как к науке И которые, несмотря на то, что времена переживают трудные Значит, основным принципом марксизма-ленинизма На сегодняшний день Остаются верны И не пытаются преобразовать его В нечто, так сказать С коммунистическо-социалистическими названиями Но уже явно не то Мы рады приветствовать вас в нашем городе И, конечно, большинство знает, что Ленинград, Петроград Это город трех революций 1905 год Это генеральная репетиция перед социалистической революцией 1917 год И вот февральская ужасно-демократическая революция Которая принесла невиданные свободы Невиданные не только в России Невиданные для всей Европы и для всего мира По, так сказать, тем меркам сегодняшнего дня И, наконец, октябрьская революция 1917 года Которые мы будем обсуждать и обмениваться мнениями В эти же дни, вот в эти дни, августовские дни В 1917 году проходил известный шестой съезд большевиков Российской социал-демократической рабочей партии Фракции большевиков Который, обсуждая этот вопрос, взял курс на социалистической революции Методом подготовки вооруженного подстания Поэтому мы с вами в эти дни собрались Ну, как бы исторические, есть аналогии, есть о чем подумать и что вспомнить Об этом большинство товарищей знают Или, по крайней мере, слышали из истории, да Меньше знает, что именно в Ленинграде В 89-90-м годах Концентрировалось основное сопротивление Внутри КПСС Горбачеву, Горбачевщине, курс на рынок Именно здесь проводились теперь уже исторические инициативные съезды коммунистов России Здесь зародилось движение коммунистической инициативы И на 28-м съезде, это последний съезд КПСС времен Горбачева Значит, когда официально съездом партии был утвержден курс на рынок Наши товарищи выступили с предупреждением, с заявлением меньшинства В котором сказали Считаем нужным предупредить всех коммунистов Что переход к рынку, как к всеобщей системе Включающей рынок капиталов и рынок рабочей силы Будет означать неизбежное сползание К нарастанию капиталистических отношений А насильственное, вопреки объективным процессам Лечение социализма капитализмом Повлечет за собой не повышение производства и уровня жизни А неизбежное их падение И вызовет широкий социальный протест Приведет к тяжелейшим страданиям народа Партия не может вести перестройку Приведшую к тяжелому ухудшению жизни трудящихся Вот за эту резолюцию на том 28 съезде партии проголосовало 1259 делегатов Ряд из этих делегатов присутствует в этом зале Вот, Сергей Давлядович, Виктор Абсов Значит, мне пришлось там быть Так, поэтому В этом зале присутствует немало товарищей Которые стояли у истоков движения Были участниками движения Коммунистической инициативы Марксийской платформы На базе которых потом образовались РКРП и РБК Объединившиеся в 2001 году Кроме этого Кроме вот этих ветеранов Должен вам передать привет от старого От самого старого Или старейшего Неправильно старого Старейшего Члена нашей партии Кордюкова Алексея Захаровича Которому в феврале Исполнилось 100 лет Потом просил нам, пацанам Или вам Нам Пацанам привет передать И пожелать Пусть смели Это мы Товарищи, мы говорим Что ошибки КПСС и коммунистов Значит, в Восточной Европе Прежде всего Привели к временному отступлению Социализма И при этом мы же Подчеркиваем, что Аппортунизм Который к этому привел Значит, перевизионизм Они Никуда не исчезли Они ведь и сегодня Продолжают действовать В нашем движении Не просто действовать А я бы сказал Даже Развиваться Совершенствоваться В том числе На примере Ряда Правящих партий С коммунистическим названием Это тоже предмет Особого нашего внимания Насколько возможно Нужно Прямо Высказать свое Время Мнение И предупредить Товарищей В том числе Честно верящих Товарищей Правильность Проводимого курса Да Потому что В данном случае Если имеются Элементы Оппортунизма И ревизионизма Честность Это не аргумент И не оправдание Владимир Ильич Нам Подсказывал Что Честный Оппортунизм Он ведь Наиболее Опасный Оппортунизм Потому что Сам Оппортунист Он не предает Своей партии Он не уходит Он может Из сил Выбиваться Он верит Что он делает Правое дело Но вся его беда В том Что он Соглашатель Он жертвует Коренными Интересами Движения В угоду Семену Временной Товарищи Мы заявили Нашу конференцию Как научно-практическую Потому что Убеждены В верности Нашего учения Твердо знаем Что коммунизм Это Наука Прежде всего И относиться К нему Нажно Как к науке Соответствующим Образам А настоящая наука Всегда Неразрывна С практикой В данном случае С практикой борьбы И вообще Практика Это критерий Истины Мы наверное Сегодня Завтра Не раз будем К этому Возвращаться Учение Маркса Всесильно Потому что Оно верно Повторяло Лидич Мы с вами Боевые товарищи Как бы не было Тяжко Остаемся Не только Материалистами Но и историческими Оптимистами Помните Владимир Ильич В детской болезни Левизны Говорил Что Коммунисты Должны знать Что будущее Во всяком случае Принадлежит им Имея ввиду Что Оно может пройти И через Керни И через Временные поражения Но то будущее Которое Для всего человечества Светит Оно за коммунизмом Сегодня Как уже было Отвечено Мы Вынуждены Отступать Даже вот тут Замечательно Неплохой Скажем так Конференцентр В котором мы С вами работаем Он носит Название Буржуа Но Мы думаем Это нас не должно Смущать Так Потому что Это только говорит О том Что надо Начинать Многое Сначала Может быть С того Чтобы раскрыть Работу Владимира Ильича Что делать И Идти вперед Идти вперед И все равно Хотя нам И неимоверно Трудно Да и легче Наверное И будет В ближайшее время Мы пока В обороне В отступлении Но все равно Юбилей Великой Революции Социалистической Революции Это большой праздник Спрашивается Что мы там празднуем При этом дело Празднуем то Что мы знаем С вами Дорогу Мы точно Знаем Направление Пути Знаем Что оно Абсолютно Верное Оценивая Историческое Значение Октябрьской Революции Владимир Ильич Писал Мы Это Дело Начали Когда именно Какой срок Пролетали Какой нас И это дело Доведут До конца Это вопрос Несущественный Существенно То Что лед Сломан Путь открыт Дорога Показана Вот это Мы с вами И празднуем И есть Что празднуем А вот Как на этом Пути Обойти Ямы Ухабы Как не Заблудиться Как не Свернуть На тупиковую Веть Как Говоря По-русски Не наступить Опять На знакомые Грабли Так Как Как не Поддаться Говоря Словами Маяковского Усталости От строительства Моста Социализм И не Улечься На тратке Отдохнуть Около Этой речки Да Вот об этом Мы должны С вами Говорить Обсудить Эти вопросы Какова В этом Роль Партии Руководствующей Самой Передовой Теории Об этом Мы и приглашаем И предлагаем Обменяться Мнениями Товарищей Приехавших Из разных Стран Предлагаем Основные Моменты Нашего Анализа Отразить В общей Декларации Октябрь 100 Проект Который Подготовлен С участием Ряда Партий И разослан Всем Участникам Конференции В том числе Проект Последней Редакции Имеется В наборе Тех документов Которые Вы получили При регистрации Мы постарались Отразить В проекте Общие Закономерности И приемы Борьбы Которые Обязательны Для использования Всеми Партиями Называть Ошибки Допущенные Нашими Предшественниками И нами Советскими Коммунистами Обозначить Наше видение Сегодняшних Опасностей Поджидающих И разлагающих Коммунистические Движения По данным Организаторов На конференции В Ленинград Сегодня Значит Приехали 30 партий И 15 партий Участвуют Заочно Прислав Свои доклады Часть из них Уже тоже Размножены Выложены На столах С литературой Из партий Которые Участвуют Заочно Восемь Уже Прислали Свои мнения Что они Согласны С проектом Декларации Будут подписывать Этот документ Остальные Ждут В том числе Итогов Нашего обсуждения Замечаний Новых мыслей Поэтому Предлагаем Заслушать Представление Доклада Потому как Доклады Мы Предложили Подавать В больших Объемах До Значит 12 листов Печатных Это Значит На 40-50 минут Устной Речи А до Устной Презентации Докладов Предлагается Выдать 12 Или даже Судя По поступившим Объемам И прочее Есть предложение Увеличить До 15 минут Каждой партии Для выступления С этой Трибуны Здесь А затем Во втором Круге Мы имеем Возможность Уже Обменяться Сомнениями Сомнениями И критикой Если они Есть у кого-то Можно оппонировать Выступающим Товарищем По каким-то Отдельным Аспектам Аргументам Если есть Предложение В проект Декларации Подавать В письменном Виде В наш Так сказать Президиум Рабочий А также Есть Предложение Сформировать Небольшую Редакционную Группу Из представителей Организаторов Российской Коммунистической Рабочей Партии А также Значит Партии Которые У нас Готовили Встречу Российские Это Коммунистическая Партия Советского Союза И Рабочая Партия России А также Добавить К ним Товарищей Из Партии Известных Более Других Известных Своими Теоретическими Работами И Изданиями Я имею Ввиду Товарищей Компартии Греции Сирийской Коммунистической Партии И Союза Коммунистов Украины Те предложения Которые Будут поступать Они уже В рабочем Порядке Объявят Где Когда Что Значит Рассмотрят Выскажут Определенные Мнения Или оценки Уважаемые Товарищи Здесь Собрались Те У кого Не ищет Пандемит На революции Но кто В то же Время Понимает Что Одного Желания Мало И революции По заказу Не делаются Мы Сегодня Испытываем Сильнейшее Давление Реакции Но Надо Сохранить Выдержку И бороться Чтобы донести Искру Революционного Знания Прежде всего Революционного Огня К пороху Народной Энергии В нужный Час Владимир Ильич Ленин Не раз Повторял Будет Революция Или не будет Зависит Не только От нас Но Мы Своё Дело Сделаем И это Дело Не пропадет Ни при каких Их обстоятельств Будем же И в мыслях И в делах Равняться На Владимира Ленина На наших Предшественников Партию Большевиков Разрешите Пожелать Всем нам Успешной Плодотворной Работы И разрешите Конференцию Посвященную Сделаем Великого Октября Объявить Открытой Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры